Так, ну я предлагаю продолжить работу над расчетом железобетонного здания. Мы построили с вами каркас здания, мы задали с вами жесткости, мы создали дополнительные характеристики и даже начали создавать нагрузки. То есть в редакторе загружения мы задали собственный вес. Вот у нас собственный вес. Ну, я, наверное, поступлю следующим образом. Дело в том, чтобы быстрее у меня шла работа, я предлагаю, точнее я для себя сделаю такое решение, что из 18-этажного я, наверное, в 8-этажное сделаю здание, а 10 этажей уберу. Просто это очень много конечных элементов, а мне придется на расчет пускать, и просто на видео это будет затягивание времени. Поэтому я оставлю 8, а 10 удалю. Если вы не против. Не против. Не против, да? А можно вопрос? Да. А вот нагрузки стрелки как убрать? Я не смог. Чтобы не было видно их? Да. Самый простой вариант – это сделать, поставить следующую нагрузку. Вот здесь вот, в самом низу, видите, диалоговые окна? Загружение. Вот у меня собственный вес. Вот сделайте стрелку дальше, вот у вас уже не будет ее. Сейчас. То есть, следующее загружение. Это первый вариант. Второй вариант. А все получилось. Да, если вы не хотите… Ну, сейчас вы просто поменяли загружение, сама по себе нагрузка осталась. Если вы не хотите ее видеть, есть флаги рисования. Вот эта функция, флаги рисования. Вы заходите во флажки рисования, и здесь у вас есть вот, вот третья колонка, у вас есть вот пункт нагрузки. Если вы уберете эту галочку и сделаете «Нарисовать», у вас пропадет нагрузка. Ее не видать. Она будет, но ее визуализировать программа не будет. Потом можно опять поставить. Если вы хотите видеть числовое значение, вы можете поставить вот значение нагрузки, галочку. И у вас будут цифры. Вот вы видите, появились цифры, то есть числовые значения нагрузок. Ну и все, что вам нужно отображать, вот можно через флаги рисования. Показать узлы, увеличить узлы, увеличить жесткость, цвет поменять жесткости, увеличить, ну что здесь, мозаики какие-то значения. Все, что нужно визуализировать, делается через флажки рисования. Вот здесь вот флаги рисуем. Поним. Да, 7 этажей я даже оставил. Ну хорошо, 7-7. Так, давайте перейдем к следующей нагрузке. Мы создали с вами собственный вес, но собственного веса нам мало, так как у нас по заданию с вами есть следующего рода нагрузки. Давайте посмотрим. Это вес конструкции пола, покрытие, наружные стены мы построим с вами, внутренние стены, лестничные конструкции, полезная нагрузка, снеговая и сейсмическая. Давайте начнем с веса конструкции пола. Нужно создать новое загружение, я вот это вот удалю, вот у вас собственный вес есть только. Чтобы добавить загружение, нужно нажать добавить загружение, поменять ее название, вес конструкции пола. Вес конструкции пола это нагрузка временная и длительная, то есть это не постоянная, но при этом временная и длительная. Нажать «Применить» и назначить текущим. Нагрузка от пола действует на плиты перекрытия. Не на покрытие, не на фундамент, а только на плиты перекрытия. Для того, чтобы выделить плиты перекрытия, заходим в полифильтр. Это вот такая вот вороночка в самом нижнем, нижней части экрана. Во вторую колонку по типу жесткости плиты перекрытия. Делаем правой кнопкой мыши фрагментацию. После этого, как у нас выделились плиты перекрытия, мы выделяем все, кроме верхнего этажа. Верхнее это у нас покрытие. Для того, чтобы выделить, мы выбираем отметку узлов и отметку элементов. После этого справа налево, либо слева направо выделяем. Далее заходим в нагрузки. Нагрузка на пластины. Третья нагрузка на пластины. По Z. И принимаем значение. Так, у меня был вариант, по-моему, 99, да? 18 этажей, 99. Да, 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 99. Вот я приму последнюю цифру, девятку. Значит, вес конструкции пола у меня 120 килограмм. Здесь у меня единица измерения тонны, поэтому я пишу 0,12. Вот визуально нагрузка отобразилась. Снимаю выделение. Теперь выделяю покрытие. Оно пригодится мне сейчас для того, чтобы задать следующую нагрузку. А следующая нагрузка – это вес конструкции покрытия. Вот вес конструкции покрытия задается непосредственно на само покрытие. То есть это нагрузка от вышележащих слоев или пирога покрытия. Стяжки, утеплителя, гидроизоляции, различных вариантов. Для этого мы создаем загружение третье. Каждое загружение отдельно создается. То есть нельзя в одном загружении задавать несколько нагрузок. Это будет неправильно. Вот у нас выделена плита. Мы заходим в нагрузки. На пластины. И задаем нагрузку. 255 килограмм. 0,255. Нагрузка задана. Правой кнопкой мыши восстанавливаем конструкцию. Следующий тип нагрузки – это наружные стены. Пока пропускаем, наружные стены мы построим с вами. Следующую сделаем – вес внутренних стен. Вес внутренних стен. 210 килограмм. Вес внутренних стен. Вес внутренних стен мы добавляем также на плиты перекрытия. Выделяем их. И аналогичным способом задаем, как равномерно распределенные. Принимаем равное… Так, сколько сейчас я посмотрю? 210, да? 0,210. 0,210. Нагрузка задана. Далее, следующая нагрузка – это нагрузка от лестничных конструкций. Для того, чтобы задать эту нагрузку, нам необходимо… Здесь, посмотрите, на погонный метр. Если предыдущий у нас мы задавали на квадратный метр, то здесь нам нужно задать будет на погонный метр. Как мы это сделаем? Для этого нам необходимо будет, ну, для начала создать эту нагрузку. Затем проверить шаг колонны балок. Сейчас объясню, для чего. 6 метров. И в эту сторону тоже 6. Ячейка 6 на 6 метров. Так, балок у меня нету. Есть только балки между колоннами. Я имею в виду промежуточных балок нет у нас. Только основные балки. Значит, можно 6 на 6 метров свободно работать. Для этого мы зайдем в поле «Фильтр». Выделим еще раз плиты. Фрагментация. Делаем вид сверху. И создадим проемы для лестничных маршей. Я создавать буду в произвольной форме. Но нужно иметь в виду, что проемы должны быть между основными колоннами. То есть проем не должен попасть на колонну. Поэтому нужно знать, почему я посмотрел шаг. То есть у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь вот колонна стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь колонна стоит. То есть вот в этом квадратике у меня 4 колонны. И мне нужно будет проем сделать между ними. Для того, чтобы не задеть мои колонны. Я для этого приму проем шириной 3 метра и длиной 4 метра. Для этого я отступлю от края единицу. Возьму отметку элементов. И вот так вот справа налево буду выделять 2, 3. 4 метра в длину и 3 метра в ширину. Включая отметку узлов элементов справа налево, не задевая узлов, мы выделяем вот так проем. И нажимаем кнопочку «Девать». Вот мы сделали с вами проем во всех одновременно плитах перекрытия. Вот у нас во всех теперь есть отверстие. Здесь у нас попадет лестничный марш. В реальном проекте он может располагаться где угодно. Не обязательно только здесь. Зависит уже от самого проекта. Но так как у нас курсовой проект, главное показать вам, как удаляются элементы. Ширина проема, длина проема тоже зависит от габаритов самого лестничного марша. Сделаем с двух сторон. Можно все вместе сразу выделить. В принципе у нас там ничего такого нету. Можно это сделать следующим образом. Не обязательно по одной ячейке удалять. Мы можем сделать вот так. Начав вот отсюда, сделать сразу вот так. Вот у нас удалится. Тогда и узлы у нас тоже сразу удалятся. А так нам нужно будет сделать упаковку, удалить висячие узлы. Нажать применить. И у нас узлы, которые не относятся к никаким элементам, они удалятся. Сейчас я посмотрю, каким элементам. А, у нас же последний шаг не 6 метров. У нас последний шаг получается в 2 метра. И у меня на колонну, на колонну не попал, но на балку попал мой проем. Здесь можно было 2 метра вот в эту сторону 4 сделать. Да, я что-то не учел, что здесь и здесь. У меня здесь 2 метра, а здесь 4 метра не хватает. Так, ну тогда, тогда, тогда. Сейчас мы сделаем назад действие, отменим. То есть, вот такие моменты тоже нужно учесть, когда делать прям, чтобы не попало ни на колонну, ни на балку. То есть, вот это вот отверстие должно четко лежать между колоннами. После упаковки схемы, видите, ну ладно, не в этом суть. То есть, прям большой как бы ошибки тут не будет, так как у нас курсовой проект. Вот эти 2 проема нормально у нас легли. Ну, эти пускай на балку попали немножко, но ничего. Просто нужно внимательно быть. Главное, чтобы вы поняли, как они удаляются. Далее, как нам назначить теперь нагрузку? Значит, лестничный марш у нас идет по длинной части. То есть, вот здесь вот один лестничный марш и другой в эту сторону. Здесь у нас площадки. Соответственно, опирание идет на площадки. Мы свою нагрузку будем задавать на вот эти вот площадки. Для этого мы их выделяем. Так как мы саму лестницу не проектируем в железобетонном виде, поэтому мы передаем от нее нагрузку. Заходим в нагрузки. Нагрузка на пластины. И смотрим, сколько у нас от лестницы. 800 килограмм на погонный метр. Задаем 0,8 тонн. Вот нагрузка у нас задалась. От лестниц мы в проеме задали нагрузку. Восстанавливаем. Далее у нас полезная нагрузка. Полезная нагрузка задается на плиты перекрытия. Плиты перекрытия. Плиты можно, кстати, не обязательно через полифильтр выделять. Можно заходить через жесткости. Заходите в жесткости, выбираете необходимый элемент. И вот здесь есть функция отметить на схеме. Нажимаете, и вот у вас, как делает выбор коллеги. Создаем нагрузку. Копируем здесь. 190 килограмм. Добавляем. Полезная нагрузка. Это кратковременная нагрузка. Нажимаем применить. И здесь закрываем. Назначить текущие. Назначить текущие и закрываем. Вот у нас плиты перекрытия. Мы их выбираем. Нагрузки. Нагрузки на пластины. 0. 190. Все. Полезную нагрузку мы создали. Восстанавливаем конструкцию. Теперь у нас снеговая нагрузка. Снеговая нагрузка задается на плиту покрытия. Она принимается равной 160 килограмм. Снеговая нагрузка. Вес наружных стен оставляете, да? Вес наружных стен. Если бы мы стены не строили бы, то мы могли бы от них задать нагрузку. То есть посчитать, сколько будет весить наша стена и задать от нее нагрузку. В реальном проекте. Здесь же мы... Я покажу вам, как стены строятся. То есть у нас здание монолитное, мы монолитные стены с вами построим. И поэтому мы зададим на них нагрузку. Но это уже будет нагрузка не от наружной стены, а нагрузка от, допустим, утеплителя, от наружной отделки, от, может быть, ну я не знаю, если есть штукатурка, от штукатурки. Если от навесные какие-то фасадные плитки, от плит каких-то, если стеклопакеты навесные, от стеклопакетов, ну от чего угодно. Но на сами стены. То есть мы на стены зададим нагрузку. Сейчас мы добавим снеговую нагрузку, а потом перейдем к созданию стен. Снеговая нагрузка кратковременная. Выбираем плиту покрытия. Кстати, хочу обратить внимание, что у нас случайно выделилась плита покрытия, на которой не нужно было делать отверстия. Как можно восстановить удаленные элементы? Тоже интересный момент, я вам его покажу, а потом назначу жесткости. Вот, назначу снеговую нагрузку. Если вам что-то нужно удалить, точнее восстановить вы удалили, не можете сделать просто назад, это можно сделать следующим образом. Фрагментация. Отметка узлов элемента. Выделить так. Раз, два, вот эти четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, вот здесь у нас схема, вот эти четыре элемента. Копировать по узлу. Можно вот так вот их восстановить. То есть нам достаточно маленького выхода на крышу, лестница на крышу нам не нужна. То есть на плиту покрытия. Вот мы ее восстановили с вами. Задаем теперь нагрузку. От снега 160 килограмм. Так, вот мы задали нагрузку от снега. Восстанавливаем. Сохраняем. Далее заходим в жесткости. Выбираем монолитная стена. Хочу обратить ваше внимание на то, что по заданию у нас в стенах имеются проемы. Обратите свое внимание. Вот они, проемы, окна. Нам нужно будет с вами в стене сделать окна. Чтобы правильно сделать, для начала необходимо учитывать то, что у нас есть окна. Когда мы будем делать разбивку на конечные элементы. Размер моего окна 2 метра на 1,8. Я приму, что 1,8 это ширина, 2 метра это высота окна. 2 метра высота окна. Как можно построить стену? Для того, чтобы построить стену, нужно выбрать жесткость стена. Мы ее выбрали. Вот она. Далее зайти вот сюда. Генерация регулярных фрагментов и сетей. И выбрать генерация балки стенки. У нас откроется вот такое вот окошечко, в котором мы должны указать наши конечные элементы стен. И сколько таких конечных элементов у нас в итоге будет. Если бы мы просто строили без отверстий стену, это построить, но очень быстро. Посмотрите, как это сделать. Я измерю ширину здания или длину 46 метров. Вот сюда я напишу 46, вот сюда напишу 1. То есть по одному метру конечные элементы, вот как плиту перекрытия разбивали, мы точно так же и стену. Это по Z вверх. По Z вверх у меня высота этажа 28, то есть 4 метра. 4 метра я разбивал по 3 на 3 части. То есть 1,33. 1,33, 3,33, 4 тройки, по-моему. Сейчас в длину проверю. 5 троек, да? 2, 5 троек. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. И количество таких. Если у меня 28 метров, то мне нужно разделить на 1,33. Сейчас я посчитаю, сколько у меня таких элементов. 28 разделить на 1, 3, 3, 3, 3. 21 штук. 21. Все, теперь я могу указать вот этот узел. Отметку вот здесь нужно галочку поставить. Указать вот этот узел. И у меня вот такая стена появится. Вот появилась стена. Без проемов. То есть, если без проемов, то это сделать очень-очень быстро. Вот я показал этот узел. Могу показать сейчас вот этот узел. С задней стороны стена встала. И то же самое, если бы квадратное было здание. Вот здесь я просто градус 90 поставил бы и привязал бы вот сюда стену. Вот эту стену поставил бы и вот эту. Но так как у нас есть проемы, для проемов необходима немножко другая разбивка. Для того, чтобы удобно было делать эти проемы. Иначе под размер проем мы не подгоним. Это будет очень-очень сложно сделать. Ну, допустим, вот как у меня 2 метра на 1,80 метра. Чтобы у нас конечные элементы совпадали по размеру окон. Как это сделать? Значит, по ширине разбивка метр меня устраивает. Так как ширина у меня будет метр. У меня в принципе... А, так. Хотя я сказал 1,80 метра ширина и 2 метра высота. Да, да. Ну, пускай 2 метра будет ширина, 1,8 метра высота. Да. Пусть вот это вот останется. Меня это устраивает. А вот здесь вот я поменяю. Вот здесь мне нужно будет сделать разбивку по 0,3 метра. Теперь нужно посчитать сколько раз. У меня 28 метров. 28 разделить на 0,3. 93,3. Не так, нет. 93,33 пишет. Не подойдет. Так, тогда ладно. Сделаем немножко по-другому. Если я начну от метра, то есть вначале сделаю метр один раз. Потом пусть у меня будет 0,1,2,3,4,5 один раз. Метра 33 я закрыл. Потом я сделаю 0,5 метров один раз. Вот у меня получилось 1,8. 0,5 один раз. 0,5 два раза. С метра начинаю. Итого у меня получается 1,5, два с половиной, 2,8. А у меня 4 высота, да? Я просто под вот эту разбивку пытаюсь сейчас подбить. 1 метр один раз по высоте, потом 0,33. 1 раз. Теперь 1,33 осталось. Теперь 1 метр. 1 раз 0,33. Да, усложнила я, конечно, себе задачу, потому что я вот тут разбил на 3 части. Если 5,4 метровую разбил на 4, то у меня бы никаких проблем не было. Теперь получается, что я подстраиваюсь под это. Ну, я ладно, я не буду под это подстраиваться, и вам тоже не советую. Как вот здесь разобьете, так и разобьете. Подстраивайтесь просто под проем. На вот эти точки не смотрите. Просто там немножко конечные элементы будут не совсем ровные. Мы на это не будем обращать внимание. Все. Ладно, так и сделаем. Значит, 1,80 у меня, значит, я сделаю следующим образом. Метр сделаю. Дальше я сделаю 0,5 два раза. Получится 2 метра, да? Нет, тогда 0,5 один раз. И 0,3 один раз. Вот у меня метр. Три раза. Все правильно. Здесь один раз. И дальше по метру. По одному метру. Здесь у меня 2, так, метр 80, 2,80. Остается 1,2. Здесь 1 и 0,2 один раз. Вот так выглядит. Все. И вот один этаж я сейчас закрою. Вот так я вяжу. Вот такие вот немножко ломаные конечные элементы. Вот видите, треугольные. Везде, видите, пластины идут четырехугольные. А вот где точки колонны, разбивка, здесь идет такая вот треугольный конечный элемент. Ну, ничего, еще раз говорю, на это внимание не обращайте. Если бы я разбил бы на 4 здесь элементы, тогда у меня проблем не было. Но у меня окошко будет вот здесь, поэтому здесь у меня все удобно. Так, теперь я могу скопировать свою стену. Зайти в жесткости, отметить стену. Так, сколько раз? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Копировать по параметрам. По оси Z 4 метра 6 раз. Вот у меня стена, стена создалась. Теперь я могу ее всю выделить. Для этого мне нужно еще раз зайти в жесткости, отметить. И уже копировать по узлу. Взять один узел. Хотя можно и не по узлу. Можно вот этот вот, сейчас я покажу два варианта. Узел показать и вот этот узел. Вот туда стена встала. Можно не так сделать. Можно по расстоянию. 44 метра. 44 метра по оси Y. То есть сказать, копировать по параметрам Y 44 метра, здесь один. У нас... А, Z 4 метра у меня. Думаю, почему у меня выше ушло? Смотрите, как стена скопировалась. Нижняя часть вверх ушла. Z здесь нужно 0 сделать, а Z трогать не нужно. Вот так. Теперь нам нужна стена... Так, у нас время еще есть, да, ребят? Время есть, 4 минуты, все нормально. Чтеваем. Теперь нам нужно построить боковую стену. Демонстрация отключилась у вас. Отключилась демонстрация. Ага, сейчас. Теперь нам нужно вот эту вот боковую стену поставить. Давайте приступим к ее построению. Здесь 44 метра. Значит, по ширине меня также устраивает, только не 46, будет 44. По высоте. Принцип тот же самый. Вот оно, окно у меня будет такой же высоты. Все будет то же самое. Чтобы вот в этом направлении поставить, мне нужно поменять угол наклона стены. Не изменилось никакой. Control Z. Так, количество все верно. Опять демонстрация исчезла. Плита. Все понял. Вот сейчас демонстрация, тогда просто лирой сделаю. Случайно на плиту переключилась, видите здесь. Я строю, у меня она горизонтальная идет. Нужно обязательно ставить балку-стенку. Не плиту, а балку-стенку. Они рядом, видите. Я вот курсором ставлю сюда, 90 градусов. И вот у меня в пределах одного этажа появляется моя стена. Единственное, сейчас, чтобы скопировать, будет немножко сложнее. Для этого я, наверное, монолитная стена здесь скопирую ее. Изменю название. Монолитная стена вдоль здания. То есть, две разных пусть будут, чтобы между собой их не путать. Выберу вот вдоль здания. И построю именно вдоль здания, чтобы они отличались друг от друга. Выберу узлом. И вот так вот привяжу. А, 90 градусов нужно указать. Вот здесь вот 90 градусов. Вот у меня здесь встало. Теперь я выделю эту стену. Копирую ее по параметрам. Значит, на 4 метра. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть раз. Вот у нас стена. Сейчас еще раз ее выделю. И скопирую в противоположную сторону. Так, здесь 42, 46. Значит, по оси х минус 46. То есть, потому что в обратную сторону по направлению. Один раз. Вот у нас стены с вами встали. Теперь мы можем их выделить. Сделать фрагментацию. Вот у нас останется чистая стена. И уже здесь начать создавать проемы. Сразу в двух противоположных направлениях. Так, у нас меньше минуты. Мы продолжим через несколько минут с вами. Есть ли какие-нибудь вопросы, ребят? Пока у нас еще осталось несколько минут. Во сколько зайти? Так, давайте ровно в три встретимся. Если нет вопросов, то до встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.